Деньги тратятся зря В съемочной группе рассказал председатель Комитета по бюджету и экономической политике Александр Чепухин. Громкие слова о том, что нужно сократить расходы на само ЗАГС Собрание, предложено превратить в дела. Прогнозируемый результат – порядка 20 миллионов экономии. Очень много возникало вопросов именно по смете законодательного собрания. Но подоплек она понятна. Когда было предложено и принято решение сокращения помощников вместе с их зарплатой и передачей этих денег в бюджет, для того, чтобы правительство могло их распределить туда, куда это необходимо, в отрасли здравоохранения этих денег, начали возникать вопросы, а почему экономия не 21 миллион, а почему у нас цифры не сходятся. Поэтому и возникла такая необходимость все-таки пояснить. В смету законодательного собрания было заложено 186 миллионов. Сегодняшняя цифра – 163 миллиона. Причем расходы не просто сократили, их оптимизировали. 121 миллион из них – зарплата. Ранее эта цифра была 137 миллионов. Разница здесь не 21 миллион, а меньше. По той причине, что еще один дополнительный заместитель, председатель законодательного собрания, появился, которым оплачивается зарплата. Это Гибадилов Айрат. Второй заместитель Максим Сурайкин работает бесплатно на общественных началах. Что же, товарищ Максим-бизнесмен и способен обеспечить себя. Ритуальный бизнес Айрата Мини-Расиховича, видимо, не дает ему такой финансовой стабильности. Поэтому он работать бесплатно не пожелал. Бюджет у содержания этого заместителя будет стоить 5 миллионов. Смета за СО же в том числе пойдет на ремонт крыши здания. Поэтому сумма оказалась выше, чем в прошлом году. Ведь в 2018-м на содержание здания не было заложено ни копейки. ЛДПР предложил оптимизировать бюджет в целом на 47 миллионов, найдя деньги там, где они не нарушат общую экономику области. Правки КПРФ в бюджет в целом по меньшей мере удивляют. Что я получил от КПРФ? Вот таблица правок. Здесь она лежит. Во-первых, она оформлена, не пойми как. Не по тем правилам, которые законно установлены. Во-вторых, снять деньги с пожарных. Бензин не надо, тушить не будем. Зарплату пожарным платить не надо. Снять 300 миллионов сельского хозяйства. Ну уж извините, я уже говорил. Это правда развёрстки не живём. Правки в бюджет региона от ЕР, ЛДПР и независимых депутатов – 355 миллионов. Принцип – найти возможности сделать эффективными затраты, вследствие чего получить экономию. Экономия не должна приводить к сокращениям и обнищанию. КПРФ просто отбирает. Дорожный фонд сократить на 662 миллиона. Извините меня, как можно деньги Дорожного фонда вообще направить на другие цели? На то он и создан. Внутри бюджета Дорожный фонд. Из него деньги могут идти только на ремонт дорог. Больше никуда. Кроме того, фракция предлагает лишить субсидий средства массовой информации и фонд модернизации ЖКХ. В целом, правки бюджета в редакции КПРФ, на взгляд главы профильного комитета, закроют региону все возможности развиваться. Однако все предложения будут направлены в правительство Ульяновской области.